Площадки по традиции расположились на улице Горького. Бобруйские предприятия, Красный пищевик, Славянка, Агромаш, ТДА, комбинат хлебопродуктов и мясокомбинат подготовили блюда белорусской кухни. Кажется, горожане и гости остались довольны. По-домашнему, очень вкусный. А что за суп? Суп из нута, с мясом, с картошкой, очень вкусно. Все очень вкусно, спасибо большое. Очень приятно, что у нас делают в городе такие мероприятия. Понравился суп с нудом и говядиной. Красный пищевик – очень вкусный молочный коктейль. Колбаски от нашего мясокомбината тоже прекрасные. Красный пищевик устроил дегустацию сладких новинок и готовил для малышей вкусные коктейли. Гвоздем в фестивале еды стал огромный зефирно-мармеладный торт весом в 8,5 килограммов. Поделить его доверили городоначальнику. Да, больше всех кричали мне под ухо. Вот вам и кусочек. Спасибо большое. Так, китвора, подходим. В этом году в меню было много первых блюд. Грибная похлебка, уха, суп изнута с овощами и харчо. Кто кушает суп харчо, значит будет здоровым. Вот, хороший суп. Плов, чебуреки и выпечка – все сделано с любовью. Угощение за символическую плату. Вырученные деньги предприятия перечисляют на счет детского дома. Чтобы накормить всех желающих колбасками, мясокомбинат израсходовал 200 килограммов свинины и говядины. Директор предприятия Дмитрий Бонахов лично был на раздаче и каждому желал приятного аппетита. Мы угощаем жареной колбаской бобруйского мясокомбината с тушеной капустой. Сами раздаете, смотрю? Да, тоже участвую в процессе. Сам не могу, людей очень много. А кто готовил? Вон повара стоят. Смотрите, видите, все готовят. Кроме еды на площадках организовали фотозоны и развлечения. Одним из тех, что привлекло внимание, стал бык Родео. Оседлать его могли и дети, и взрослые. Мероприятия проходили под аккомпанемент военного оркестра и группы «Файрбен». Елена Кутузова, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.